Каждую весну улица Оренбурга становится настоящей площадкой для квеста, как для водителей, так и для пешеходов. Пройти и проехать, не попав в яму и не наступив в лужу, практически невозможно. Одной из таких улиц с разбитым дорожным полотном и большим количеством талого снега является Родимцево. Здесь наступление весны узнают по лужам по колено. В спагах надо ходить, Керзово. Посмотрите, что такое. Делается на год ремонт. Но представляете, куда уходят деньги, я не знаю. Не учитывал здесь вот эти вот ливневые сливы, я имею в виду. Вот оно и получается, что так и вода и будет у нас стоять. Ну правильно, нужно ремонтировать их, наверное. Правильно ведь? Чтобы не было такого. Это каждый год ведь такое. Надо, конечно, все ремонтировать, не только центральные улицы, но и дворовые. Ну как бы лужи – это плохо, потому что даже летом нет луж, но все равно вот эти ямы очень неудобно. Хотелось бы лучше. В администрации города сообщили, что ежегодно проверяют состояние ливневок. Однако на некоторых улицах их попросту нет. Соответственно, и повлиять на ситуацию сейчас чиновники не могут. Застройка города Оренбурга, в том числе и строительство автомобильных дорог, на протяжении многих лет велась без обустройства ливневых канализаций. Отвод талых и дождевых вод на автомобильных дорогах, где отсутствует ливневая канализация, осуществляется по естественному уклону местности. Администрация Оренбурга уверяет, что в недавно построенных районах ливневки проектировались и устанавливались. Но при этом сейчас многие районы все равно утопают в талом снегу. По словам мэрии, это происходит из-за забитых мусором ливневок. Очистить их смогут только при наступлении благоприятных погодных условий. Пока мэрия ждет потепление, пешеходам, по всей видимости, нужно запастись резиновыми сапогами. Юлия Тюшевская, Артем Букреев, городской телеканал ЮТВ.